Много сделано, но предстоит еще больше. В Иванове состоялась итоговая коллегия Департамента развития информационного общества. В числе приоритетных направлений – переход на цифровое эфирное телевещание. В этом направлении нам предстоит в 2019 году еще очень много работы, потому что 15 апреля у нас ожидается отключение аналогового телевидения. 15 апреля многие жители региона увидят на экранах вот такую заставку с номером телефона федеральной горячей линии, куда надо звонить. А можно, не дожидаясь, пока картинка на экране пропадет, проверить уже сейчас, является ли сигнал цифровым или аналоговым. Если около логотипа телевизионного канала на экране есть буква «А», значит вещание аналоговое. Требуется перенастроить телевизор или купить приставку. Все вопросы технического плана эта горячая линия решит и перенаправит для решения этих вопросов в филиал. Возникает три вопроса, которые наша федеральная горячая линия решить не может, с которыми обращаются жители. По опыту районов и регионов, которые прошли отключение. Первое – это адресная поддержка по приобретению необходимого оборудования. Это помощь в настройке, в подключении этого оборудования. И обращаются жители вне зоны охвата эфирного цифрового телевидения. В нашем регионе это небольшое количество населенных пунктов, порядка 36, с 745 жителями. Большая нагрузка в переходный период ляжет на муниципалитеты. Ведь именно здесь, на местах, придется оказывать адресную помощь в подключении специальных приемников. В такой ситуации большая работа окажется на плечах волонтеров. Мы обучаем и оказываем техническую помощь. Помощь волонтерам при обучении даем контакты. Волонтеры могут столкнуться со сложной ситуацией. В таких ситуациях наши работники оказывают помощь вплоть до выезда на место. По практике соседних регионов, в первые дни после отключения аналогового ТВ на горячую линию поступали тысячи звонков. Чтобы справиться с таким объемом запросов, кроме федеральной горячей линии, начнет работу региональная. Будет региональный колл-центр, который будет передрисовывать адресно в тот муниципалитет, откуда приходит заявка. И мы будем настаивать, чтобы эти заявки отрабатывались очень быстро. В планах департамента продолжать работу по устранению цифрового неравенства на территории региона. Сейчас охвачено порядка 230 населенных пунктов. Это 60% от общего количества домохозяйств Ивановской области, где есть доступ к высокоскоростному интернету и сервису интерактивного телевидения. Федеральный проект начат еще в 2015 году, но до сих пор не завершен. С нами реализованы сейчас 55 точек. Строятся эти точки в населенных пунктах 250-500 жителей. Проект активно реализовал, его активная стадия была именно в 15-17 годах. Сейчас проект немножко забуксовал. За 18 год мы построили только одну точку доступа. Поэтому совместно с вами, конечно же, мы пытаемся эту ситуацию педалировать. И надеюсь, что с вашей помощью мы доведем это до разумного концерта. Еще одна приоритетная задача департамента – продолжать работу по развитию МФЦ для бизнеса. В регионе более 43 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Для них вопрос получения госуслуг в режиме одного окна как нельзя актуален. 1 марта начинает работать новая региональная система поддержки бизнеса. Этот центр объединит все институты поддержки, как существующие, так и вновь создаваемые, под единым брендом. мой бизнес – в единую организационную структуру с размещением всех существующих и создаваемых институтов поддержки в одном месте на одной площадке. Здесь уже находится центр поддержки предпринимательства, региональный центр инженيرинга, центр поддержки экспорта, государственный фонд поддержки малого предпринимательства, агентство по привлечению инвестиций. Будут размещены региональный фонд развития промышленности, центр присоединения к инженерным сетям, центр компетенции в селе сельского хозяйства и ряд других институтов развития. Еще одно перспективное направление работы – переход к оплате в общественном транспорте по безналичному расчету не только специальными транспортными картами, но и обычными банковскими.